Добрый день, друзья! Сегодня мне попался на глаза такой аналитический материал, который касается демографии Соединенных Штатов Америки, он прослеживает историю этой страны, этой территории, этого государства на протяжении двух веков. Первая дата, которая встречается в этом материале, 1820 год, и с этой даты один материал статистический в виде движущегося графика, подвижного графика, меняет показания и демонстрирует вам развитие общества, этнической его структуры в Соединенных Штатах за прошедшие 200 лет, прошедшие с 1820 года. Другой материал, более простой, но он тоже информативный, показывает изменение плотности населения в Соединенных Штатах на территории этой страны с течением времени. Из последнего материала мы увидим, как американцы завоевывали этот континент, свою территорию, и в какие это годы происходило, как это вообще проистекало с течением времени. Проанализируем мы его, этот материал, попозже чуть-чуть. А первый материал, где этнические группы в Соединенных Штатах представлены и показано их временное развитие, мы проанализируем сначала. Я поставлю вам этот график, эту диаграмму, пусть она постоянно идет. Вы ориентируйтесь в ней таким образом. Слева вы увидите все эти группировки, этнические, то есть группы людей, которые в свое время появились на территории Соединенных Штатов и как-то там закрепились и развились, или угасались в течение времени. У каждой группы этнической была своя судьба. И в правом нижнем углу идет все время трансляция даты, текущие даты, на которую показываются эти графические события. Итак, начинается эта графическая часть, этнических групп, график этот самый подвижный. Он начинается с 1820 года. Он перед вами на экране. Пока изучите сами эти группы, и я вам прокомментирую их. Но, во-первых, мы видим, что общее количество населения Соединенных Штатов на 1820 год было около 12-13 миллионов человек. Совершенно ничто. Это меньше даже было, чем население нынешней Москвы. Конечно, сравнивать 200-летние расставленные события очень тяжело, но просто чтобы вы имели представление о том, как вообще это было и начиналось человеческое освоение планеты в древность. Самое главное это то, что вот этот график, он наглядно демонстрирует сказанное мной, что заселение Земли каким-то образом началось в 19 веке. В 19 веке. Причем здесь-то еще взяты те данные, которые неизвестно, проверяемы или нет. Но для того, чтобы графики в итоге получились гладкими достаточно, без какой-то обрубочной начальной нулевой точки, было, видимо, представлено вот такое исчисление, что вот 12 миллионов человек в Америке на этот год было. Посмотрите их национальный состав тех американцев. Основную часть из 12 миллионов, 4 миллиона занимают англичане. Вот их флаг на белом фоне с красным крестом. Дальше идут афроамериканцы, будущие, в то время они так не назывались. Их всего миллион 770 тысяч. Дальше идут ирландцы, миллион 100 тысяч. Дальше идут голландцы, 800 тысяч. Дальше идут германцы, 700 тысяч. Дальше идут шотландцы, 640 тысяч. И коренные, натив так называемые, коренные американцы, всего 500 тысяч человек. Всего 500 тысяч человек. Дальше уже идут шотландцы, уэльцевцы, французы, шведы, итальянцы, всего 50 тысяч человек. Испанцы, русские, 15 тысяч человек. Австрийцы, финны, шведы. Мы здесь не видим даже евреев и не видим китайцев, которые сегодня уже заполонили, как мы увидим дальше, часть этой страны. И мы здесь не видим мексиканцев. Мексиканцев. Поэтому я вам всегда говорил и говорю, что изначальное население земли, оно вот такое, вот такое, вот то, что желтым цветом, какие народы обозначены, вот таким и было начальное население земли, которое, которое сформировалось где-то примерно вот в эту дату, начало формироваться точнее в эту дату, которая обозначена здесь, 1820 год. А потом уже пошло развитие. До этой даты, по моим представлениям, я, конечно, не знаю, как там было по-настоящему фактов и доказательств никаких нет ни у меня, ни у науки, на самом деле твердых. Есть только предположения и концепции. И вот одна из концепций такого развития, она моя. Я вам показал, и книга моя сейчас новая выходит. Она касается развития ультракороткой истории и развития нашей планеты, включая заселение ее человеком. Вот это моя работа, и это моя концепция показывает, что реальное население в виде человека современного типа, какими являемся мы, мы имеется в виду все народы земли, независимо ни от расы, ни от чего, вот появились мы самые ранние, это как раз вот тот год, 1820, плюс-минус небольшой километр, ну, как бы начало 19 века и середина 19 века. Почему? Да потому что именно в этот год, 1820 год, примерно, примерно, конечно, плюс-минус 10-20 лет появился тот самый Гегель, про которого нам всегда говорит официальная наука, и он впервые придумал диалектический материализм, основу его, основу его диалектика Гегеля, вы, наверное, помните, это из высших учебных заведений или из прочитанных книг монографии. И вот эта диалектика легла в основу формирования настоящего физического человека, программное обеспечение к которому, чтобы мы вот такими стали материальными. Для этого Карл Маркс и Фридрих Энгельс разработали свою теорию диалектического материализма и само мировоззрение материализма, который подтверждается и подтверждался с 19 века по настоящее время мировоззрением, которое называется материалистическое мировоззрение, ну и, естественно, всеми остальными программными средствами. Мы это уже сегодня, в 21 веке, в состоянии понять на нами изобретенном программном продукте, который называется искусственная жизнь, виртуальные различные персонажи, искусственный интеллект и тому подобное. Это наше уже порождение по образу и подобию своему, а мы были в 19 веке сделаны как порождение тех предыдущих сказочных мифологических богов, идеальных, идеалистических, которые сделали нас по образу и подобию своему, но придали нам материальные тела. Вот такое долгое вступление. Вы увидите сейчас ту самую картину вот из этого графика, которая была в более-менее реальности, в более-менее реальности, потому что люди, которые составляли этот график, эту подвижную диаграмму, они использовали какие-то данные, будем считать, что они более-менее достоверные. Мы проверять их не будем, потому что мы увидим всю картину целиком, по сегодняшний день, как все это развитие шло. И из этой картины мы можем сделать определенные выводы. Я вам их сделаю в конце этого фильма и прокомментирую по ходу графика все необходимые моменты, которые вот я, так скажем, отыскал, которые мне пришли на ум по мере исследования этого графика. Я запускаю этот график, и он начинает крутиться. Смотрите внизу, как переходят годы. Итак, самое главное, что мы здесь видим на 22-й год, я опять останавливаю этот график, чтобы вам пояснить по поводу нынешней ситуации, когда в Америке, в Соединенных Штатах, очень сильно, меньшинство, в данном случае, меньшинство афроамериканское, когда они говорят, что они были рабами столько-то, столько-то лет, 200-150 лет, и что они якобы построили эту страну. Вот из этого графика на 1822 год, когда началось строительство Соединенных Штатов, это еще были первые только предпосылки этого строительства, мы видим, что афроамериканцев было, как говорится, сгулькин нос. Мы можем сложить всю сумму остальных народов, которые здесь есть, и я вам предлагаю серьезно обращать внимание на цвет этих полосок, потому что желтый цвет, он говорит о том, что это, ну, условно, белая раса. Все это условное, конечно, здесь подразделение, здесь рубиться за достоверность отнесения того или иного народа к той или иной большой расе, больших рас у нас всего три, и если никто не помнит, это негроидная, европеоидная и австралоидная раса, больше третьих нет. Та самая китайская раса, азиатская раса, она даже не имеет названия как такового научного, которое прижилось бы с течением времен, она является метисной расой между негроидной, австралоидной, с одной стороны, и европеоидной, с другой стороны. Вы это все могли прочитать в наших летописях, в русских летописях, русских в кавычках. Помните все эти походы Афанасия Никитина в Индию и в Китай, где и происходило это смешение? Ему в том числе платили местные аборигены по условной, условной, конечно, тысяче рублей или тысяч долларов за то, чтобы он осеменял их женщин, и они давали метисное потомство, скрещенное из местных людей, из местных людей, прекрасных людей, вот с ним, который пришел в их края, как вот такой, знаете, в каком-то смысле осеменитель другой какой-то культуры, другой какой-то генетикой. Но ученые у нас стоят за то, что это хорошо, и главное, что даже без ученых это всем известно, что раньше на определенных территориях культивировалось это самое явление. Мне рассказывали и про Среднюю Азию советского периода, где проистекали те же самые, примерно, как у Афанасия Никитина, события, и я просто их не буду пересказывать, но примерно то же самое смешение шло. И вот здесь очень интересно, зеленый цвет – это афроамериканцы. Не знаю, почему их зелеными обозначили, но, может быть, для наглядности. Все остальные народы здесь поименованы желтым цветом, то есть считается, что это европеоиды. А натив американские – это местные индейцы, которых вот здесь график показывает было 500 тысяч к тому времени, и они обозначены синим цветом. Обратите внимание на этот синий цвет. С чем он связан? Вот сейчас непонятно, а потом с течением развития графиков все это всплывет. Так вот, по афроамериканцам. Конечно же, никакую страну они не строили. Почему? И рабами тоже не были. Почему? Потому что мы с вами умеем считать на уровне школы. Если мы с вами вот к данному моменту видим, что население Соединенных Штатов того времени было, ну, условно, территорией, которая сегодня является Соединенными Штатами, вот оно было 13 миллионов человек, то из них всего меньше двух были афроамериканцы, нынешние афроамериканцы. Тогда они назывались иначе. Никакими рабами, естественно, они быть не могли. Почему? Потому что получается так, что на каждого из семи, из шести людей, которые были угнетателями, должен был приходиться хотя бы один раб. И получается так, что угнетателей было в несколько раз, ну, скажем так, в десяток раз больше, чем угнетенных. Угнетенных. Такого быть не может. Вы представьте какой-нибудь завод даже нынешнего времени. Там работает один мужичок какой-нибудь, и у него 10 начальников. Потом еще один мужичок реально работает, у него еще 10 начальников. Причем начальников не таких непосредственных, а самых высших, с белой костью. Вот отсюда из этого графика мы видим, что нет, не было никакого рабства. И сегодняшнее прилипание афроамериканцев к этой теме, оно несколько политический оттенок носит. Ну, может быть, это поход за какими-то репарациями, как они привыкли сегодня говорить, или какими-то деньгами, что конкретно ближе к проблеме. Что же касается национального состава вообще, то мы с вами видим, что главным народом, который формировал Соединенные Штаты Америки, являлись на 1822 год англичане, англичане. Посмотрите, с каким отрывом. Их 4 миллиона человек из 12-13 миллионов жителей Америки, которые присутствовали и были учтены на тот период. Это почти половина, но, по крайней мере, точно треть. Все остальные народы, они собирают здесь еще, не видно тех, которые ниже, ниже по количеству, но, в принципе, это статистические погрешности, потому что, смотрите, датчан всего менее 6 тысяч человек, значит, остальные народы, если они там какие-то и были, то они занимали по своей численности гораздо меньшее количество людей. Поэтому здесь мы с вами видим тех людей, которые делали цивилизацию Соединенных Штатов. Это англичане, это ирландцы, ну, скажем так, тоже англичане из Великобритании, это германцы, это голландцы, это шотландцы, тоже из Великобритании, вот с этим синим флагом, это уэльсовцы, французы, шведы, итальянцы, испанцы, русские, швейцарцы. Это все народы, которые, ну, скажем так, в одном котле сформировались, в том числе и в Европе. И я вам напомню, что в это время, в это время, вот то, что называется Англией, оно находилось на территории, еще на территории, в большей степени, нынешней Германии. Это те, так называемые, англосаксы. Кто хорошо учил историю в школе или в институте, все вы знаете прекрасно, англосаксы на этот период жили еще в Германии, ну, та Германия, которая сегодня является Германией, и германцы, естественно, жили там же. Если сложить все эти народы, то получается так, что 60-70% всего населения Соединенных Штатов Америки было представлено европеоидами, вышедшими из англосаксонской территории. Вот это был костяк, который делал Соединенные Штаты Америки в 1820-м и далее годах. Конечно, афроамериканцы откуда-то появились, я не знаю, как они появились на этом континенте, но картинка показывает, что никакой работорговли не было, а в прежние времена, если о них говорят, не было вообще и этой картинки. Здесь очень интересно отметить так называемых первооткрывателей Америки. Это испанцы, их всего 63 тысячи человек. Это уже прошло всего лишь 350 лет с того момента, как была открыта ими Америка, а их присутствия здесь нет. Причем самое интересное вот из этого начального графика проистекает то, что открытие Америки состоялось, как нам говорят, ими, которых изгнали с территории Испании. И мы видим, что на этой карте народов и не присутствует, их нет. И вопрос здесь стоит в том, что их и не могло быть в эти годы. Я вам уже говорил, что Новый Завет сформировался основой библейской религиозной, скажем так, доктрины. Это первая половина середины 20 века, а Ветхий Завет, как сам, ну скажем так, религиозный такой вектор, он начал формироваться в самом конце 19 века, и мы с вами это увидим из графика. То есть в 1822 году не было евреев как религиозного сообщества, может быть, конечно, это были какие-то племена, народы или еще какие-то колена, да, здесь вопросов нет, но они были нерелигиозными, как сегодня это стало. И поэтому их не присутствует на этой карте никаким образом. Ну и последнее я вам хочу сказать, обратите внимание на четвертую сверху строчку, германцы, к германцам относится нынешний президент, экс-президент, и я надеюсь, что он будет президентом. Мне почему-то это больше хочется, чем видеть на президентском американском кресле, опять же, этого сонного Джо. Так вот, германцы, из них происходит Трамп, Дональд Трамп. Это его, как говорится, вотчина, и он еще относится к ирландцам частично. Вот это как раз он потомок тех, кто и формировал это государство. Мистер Байден, он является потомком тех, которых здесь не присутствует. Они появятся только в конце 19 века. Поэтому его притязания на президентское кресло, даже вот здесь, мы видим, что они не обоснованы исторически. Ну а теперь я запускаю этот график. Смотрите внимательно, я буду рассказывать уже по нему менее подробно. Итак, мы видим, что население всей Соединенной Штатной Америки, оно безусловно и планомерно растет. Мы видим это все по этим самым цифрам. Мы видим, что вот в это время, в середине 19 века, хуже всего, ну как бы хуже всего, растут коренные американцы. И внизу на этом графике происходит некоторая подвижка. Я хочу ваше внимание обратить на строчку «американ». То есть ту, которая в центре экрана показывает 348 тысяч каких-то человек, которые появились вот здесь примерно в первой трети 19 века. Вы знаете, я не знаю, что она на самом деле обозначает. Это как бы американцы, но есть коренные американцы, есть все остальные американцы. Какие-то третьи американцы, я думаю, что это те американцы, которые родились уже там. Может быть, это уже потомки тех, которые по происхождению являются американцами, но не являются коренными американцами. То есть это дети тех поселенцев, которые уже с 1820 года там наплодились и уже стали учтены. Прошло 18 лет, с 1820 года, судя по нашей дате, которая стоит в правом нижнем углу, мы это понимаем, что вот начали учитывать их при переписи или при каких-то других масштабах формирование вот этих данных. Также мы видим, что африканцы здесь развиваются достаточно низкими темпами, афроамериканцы. Посмотрите, германцы, которые продолжили свою экспансию туда, на этот континент, уже в виде непосредственных германцев. Смотрите, каким образом они развивались. Это явно были переселенческие моменты, причем это 1838 год, когда Германия, нынешняя Германия, на европейском континенте только формировалась, еще не было немецкого языка. И он появится только в конце 19-го, начале 20-го века, как вы все наверняка знаете, если следите за этими научными работами. Ну и вот мы видим, что в данном случае в Америке некие германцы, они вышли уже на вторую строчку, их стало 3 миллиона, 6 миллионов с лишним англичан тоже выросло, а афроамериканцы упали на третью строчку, на четвертую строчку стали ирландцы, ну и дальше вы всю эту статистику видите, вы видите, что и на этот год пока нет верующих людей никаких. Дальше идут очень большие подвешки в секторе ирландцев. Ирландцы начинают буквально пухнуть каким-то образом, непонятным к ним подтягиваются шотландцы, и ирландцы выходят на третью строчку, вместе с германцами они быстро стремятся к такой же численности, какую имели и имеют еще англичане. Афроамериканцы меньшими, заметно меньшими темпами развиваются, и они очень сильно отстают от указанных мною диаспор или народов, и на 1855-й и 56-й и дальше года, на 1858-й год, посмотрите, какая картина сложилась, мы ее еще раз подробно рассмотрим. Англичане получили численность 8,5 миллионов человек, ирландцы развились до 7 миллионов 600 тысяч человек, германцы развились до 7 миллионов 200 тысяч человек, афроамериканцы до 4 миллионов 300 тысяч человек. То есть афроамериканцы, те самые рабы, которые в это время как бы были рабами, вроде бы, они почему-то развились, увеличили свою численность за прошедшие вот эти 38 лет, они увеличили свою численность вдвое, лишь вдвое. Это были процессы рождения их новых, это были и процессы откуда-то прибытия со стороны в виде мигрантов. Дальше мы видим, что коренные американцы в это время почти не развивались, было 500 тысяч, стало 630 тысяч, ну и остальные, вы видите, там в какой-то пропорции тоже все развивались. Посмотрите уже американцев, которые просто американцами поименованы, то есть вот те американцы второго эшелона, которые рождались уже в Америке, их стало 2 миллиона 167 тысяч. Они выросли буквально, ну скажем так, в несколько десятков раз. Это, видимо, все-таки речь идет о тех, кто родился в Соединенных Штатах. Ну и естественно, посмотрите, за 38 лет всего лишь своего появления эти американцы, они превысили численность тех самых афроамериканцев, которые были вот еще 20 лет. до этого назад. Поэтому здесь возникает вопрос, конечно, что эти американцы, они вносят сумятицу вот в эти данные, но уж такие у нас данные есть. И я вам еще раз говорю, посмотрите на первые 4 строчки. Этих американцев мы брать больше не будем во внимание, я не буду на них останавливаться. Смотрите, первые 3 строчки, это европеоиды, англичане, ирландцы и германцы. Чтобы вы понимали, кто такие англичане, это те, кто сегодня владеет всей политикой, за исключением России, всей политикой в мире. Кто такие ирландцы? Это те, кто сегодня владеет всеми цифровыми технологиями, только они изобрели и продуцируют все эти микросхемы, чипы и тому подобное. Кто сейчас со мной захотел поспорить и упомянуть Юго-Восточную Азию, так там просто своровали или получили технические решения готовыми. Все цифровые технологии идут из Ирландии. Не знаю почему, даже не представляю. И германцы. Те, кто на тот период не имел пока своего государства в виде Германии нынешней, она образовалась в конце 19 века, вы, наверное, это знаете, как Второй Рейх, Второй Рейх. А вот до этого времени германцы были многочисленными, но они были вот из этой тройки как бы одним из колен. Вот у нас получается 8 на 3 32 миллиона человек, всего лишь, всего лишь 32 миллиона человек. Это, ну скажем так, две Москвы, население двух городов типа Москва. Вот эти 32 миллиона человек и сделали цивилизацию Соединенных Штатов на 1858 год, как здесь и показано. Конечно, 4 миллиона афроамериканцев, я просто всегда их сравниваю, потому что они здесь встречаются на этом графике между собой и в некотором смысле конкурируют, ну и с учетом, конечно, заявок афроамериканцев на то, что им требуются какие-то репарации. Из графика видно, что они особого участия в становлении этой самой Америки, ее цивилизации не принимали. Что такое 4 миллиона по отношению к 32, которые сверху у троих и еще внизу, посмотрите, там миллионов, наверное, 5. Получается, против 37-38 миллионов европейного населения Соединенных Штатов Америки на 1852 год, против этого количества, против этого количества 4 миллиона афроамериканцев. Конечно, это не показатель популяции рабов ни в коем случае, потому что я уже сказал, что при таком случае рабовладельцев просто в десятки раз больше, чем рабов. Это неправильная ситуация, такого не было. Если кто хочет поразмыслить над этим, как было в реальности, ну, конечно, реальность здесь в кавычках, посмотрите, как было, например, в Древнем Риме. Там рабов была вся Европа условная, вот эта Южная Европа, ну, и несколько десятков, сотен или тысяч патрициев каких-то, которые владели этими рабами. Ну, и сами по себе просто подумайте, если вы такой большой начальник, то вам нужно не еще таких 20-30 начальников большущих, а какое-то количество работников, которые бы трудились, как они всегда говорят, на каких-то там пашнях, на каких-то сельхозугодиях или еще где-то. Я не знаю, где могли трудиться тогда люди, которые не имели ни образования, ни включенности в цивилизацию, имеется в виду потомственного образования и понимания, что это такое. Я не думаю, что дальше сельского хозяйства они вообще могли куда-то уйти, но вот это как раз показатель того, что это и было так, это было экзотично. У нас, кстати, когда мы делали фильм о Кусково, тоже сказали, что где-то вот примерно в это время, в начале 19 века никаких азиатов и африканцев здесь, на территории России, не было. И когда один из белогвардейцев будущих привез одного из детей из Азии, это был фурор на всю Москву и на всю Россию, и от нее, от этой девочки, я уж не помню, как ее фамилия, потом пошел какой-то дворянский род, ей дали дворянское жалование, а так это была привезена диковинка из Юго-Восточной Азии, по-моему, откуда-то оттуда. Я думаю, что в Америке картина вот в те годы была примерно такой. То есть, кто хотел, тот приезжал туда, может быть, даже из каких-то соседних территорий, кто знает, какие там были автохтоны. Ну, может быть, может быть. В Австралии же тоже есть такие афроамериканские племена, есть. И недавно я вам показывал карту распространения этих племен. Она показывает, что как раз в южных широтах такие племена и были распространены. сuaryдами. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...